Приходится очень долго ждать, пока все уйдут, занимать очередь, и потом, когда уже наступает твоя очередь, уже прыгать не хочется. Чтобы попрыгать на батуте, Варваре приходится стоять в очереди по 20 минут. Площадка в парке Зернова еще совсем новая. Но постоянно с момента ее сдачи здесь происходят поломки. То приходит негодность покрытия, то выходят из строя разные мафы. Так и с детскими батутами. Один из них сломался, а оставшегося на всех желающих не хватает. Все хотят. Получается, много человек идет сразу, и поэтому хорошо, чтобы открыть был и второй. И если часть поломок появлялись из-за неправильной установки мафов и покрытия, напомним, площадку с опозданием доделывали уже зимой при минусовой температуре, то батут сломали посетители парка. По словам сотрудников, батуты рассчитаны на нагрузку не более 70 килограммов и предназначены для детей от 3 до 12 лет. Но прыгают на нем и взрослые. Естественно, это наносит большой урон, большой процент эксплуатации, который проходит в период большого скопления посетителей детской игровой площадки. И батуты просто-напросто не выдерживают того напора, который на них ложится. И не все, естественно, посетители соблюдают правила эксплуатации батутов. Батут отремонтируют не раньше следующего лета. На конструкции слабые пружины, необходимо их менять. Стоят они недешево. И денег на них у администрации парка пока попросту нет. Так как эксплуатация финансовой детской игровой площадки у парка проходит за счет приносящей доход деятельности, на сегодняшний день парк, к сожалению, дохода у нас пока не приносит ввиду эпидемиологической ситуации. И сегодня говорить о единовременном быстром восстановлении батутов с финансовой стороны пока не приходится. Чтобы аттракционы дольше радовали соровчан, необходимо не так уж и много. Всего лишь соблюдать правила пользования батутами и прочими сооружениями. Все они написаны на входе на детскую площадку.